Восточная Турция 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 Арцахцам, так и вот десятилетию антитопора в 23 году юбилей у нас был или будет, ну в зависимости от того, когда вы смотрите этот самый выпуск. Ну и хочу сказать, что здесь в принципе ничего не изменилось, по каждому дню какая-нибудь интересная информация из истории Армении, из мира армяноведения, каких-то героев армян по всему свету, ну и так далее. И вообще в этом календаре много чего такого, о чем вы в принципе сами найдете, я не буду рассказывать. Я лишь скажу, как его заказать. Тоже ничего не изменилось, вам нужно значит обратиться под это самое видео, вот под этим самым выпуском, если вы смотрите в ютюбе, там есть ссылочка, называется купить календарь. Вот проходите по этой ссылочке, заполняйте купон и вместе с оплатой, там сумма тоже указана какая сумма, вместе с оплатой отправляете значит по указанному адресу. И если вы проживаете вне Российской Федерации, за пределами Российской Федерации, то вы можете написать на электронный адрес и спросить, как нам получить значит этот календарь за пределы России. То есть там Соединенные Штаты, Европу, Армению, Грузию и так далее. Я или ребята, которые мне помогают, вам обязательно ответят и скажут, как это лучше сделать. Но это что касается календаря. Ну а теперь выпуск. Приятного просмотра. Фальсификации истории и их обсуждения уже стали привычны в нашу эпоху. Обычно, фальсифицируя историю, люди обуславливают это политическими, идеологическими и подчас даже финансовыми причинами, а внушают сомнения о действительности исторических событий или подлоге этих событий, что в итоге порождает информационный шок в связи с резкой переменой общепринятых и научно обоснованных взглядов. Шок, способствующий манипуляции общественным сознанием. Я постараюсь привести параллель такой манипуляции на примере отдельно взятой стране. Стране, где традиционно нежатся на горячих песках вот уже пару десятков лет россияне и граждане постсоветского пространства. Турции. Только мы заглянем не в Анталию, где вас любят за ваши деньги, а вглубь страны. Эр-Зурум – город на востоке Турции, основанный армянами и прежнее название Карин. Изначально Карин составлял часть домена армянских аршакидов, был резиденцией последнего правителя западной части Армении. В 1049 году преимущественно армяно-населенный город был взят отрядами турок, а население подверглось жестокой резне. Византийский хронист Иоанн Скилица сообщает, что при взятии Эр-Зурума турками было вырезано 140 тысяч человек, что в целом отражает тяжелые последствия от нашествия турок-сельджуков для местного армянского и греческого населения. Сельджукский период, а большую часть населения города продолжали составлять армяне. Испанский историк 15 века Аруи Гонсалес да Клавихо во время путешествия в Самарканд, побывав проездом в Эр-Зуруме, говорил. Город располагался на равнине, имел мощную каменную стену с башнями, а в нем был замок. Город не очень населен, и там прекрасная церковь, так как ранее он принадлежал армянским христианам, и в нем жило много армян. В 1472 году Эр-Зурум перешел под персидское владычество, а в 1522 областью этой овладели турки. Начиная с 16 и по 20 века, у России с Турцией было 12 войн. Это больше, чем с какой-либо другой страной. Вследствие агрессии турок, то на завладение Черным морем, то завладение Кавказом, Россия провела с Турцией 9 победоносных операций из 12. Что касается Эр-Зурума, то по итогам войн этот город не раз переходил во владение России, но каждый раз Россия возвращала обратно. Например, по итогам Андрианопольского мирного договора 1829 года, или по Берлинскому трактату 1878 года. С началом Первой мировой войны русский генерал Николай Николаевич Юденич наголову разбил турецкие войска под командованием Энвер-Паши. В течение 1915 года подразделения под командованием Юденича вели бои в районе города Ван, который несколько раз переходил из рук в руки. 13-16 февраля 1916 года Юденич выиграл крупное сражение под Эр-Зурумом. К осени 16-го года русские войска контролировали большую часть западной турецкой Армении. В 1917 году было заключено перемирие, Однако уже через год турки нарушили его, воспользовавшись развалом Кавказского фронта. Тогда армянские добровольческие отряды, взяв на себя огонь, укрыли несколько тысяч оставшегося после геноцида армян мирного населения города, которые смогли благодаря этому спастись, отступив в Закавказье. Символом взятия Эр-Зурума всегда являлась Эр-Зурумская крепость, которая является сердцем города. А в начале 19-го века, когда Россия взяла Эр-Зурум после нарушения турками Аккерманской конвенции и закрыла Босфор, свидетелем событий был Александр Сергеевич Пушкин, считающийся в этих краях нынче пособником русских головорезов, как трактуют в Турции. Примечательно, что у самой крепости, которая исконно считалась центром столицы Западной Армении, нет ни слова об ее создателях и прежних жителях. Напротив, в проспекте на турецком говорится, что в разное время крепостью обладевали византийцы, римляне, ассирийцы, арабы, персы. И только в XI веке крепость перешла к туркам. Текст исполнен так, словно все эти народы захватывали крепость именно у турок. И только в XI веке они ею снова обладели. Хотя на самом деле в XI веке тюрки только начали заселять и грабить Армению и Малую Азию. Но и это еще не все. Ниже этой памятки для туристов написано. Во время Крымской войны 1853-1856 годы русские штурмом взяли часовню. Однако в 1877 году англичане в качестве подарка восстановили часовню. Затем на разваливаниях часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас в XIV веке. Восточная Турция, она же западная Армения, совершенно не похожа на ту Турцию, куда обычно прибывают отдыхающие из России и постсоветского пространства. Во-первых, очевидные вещи вам выдают за турецкое национальное достояние, и вам покажется странным, что строение ряда мечетей, хамамов и дворцов похоже на купола армянских храмов. Это не иллюзия. Большая часть из них действительно были армянскими храмами и монастырями, превратившиеся в турецкие достояния. Во-вторых, эта территория покажется многим из вас далеко не гостеприимной, учитывая, что основная масса понтюркистов и националистов сконцентрирована именно здесь. Практически под каждым монументом или памятником можно заметить следы понтюркистских элементов в виде тройственных полумесяцев или трафаретов «Турция для турок». Но и это еще не самое страшное. В самом центре Эрзурума, недалеко от сквера Гейдара Алиева, названного в честь отца азербайджанского диктатора Ильхама Алиева, имеется любопытное двустороннее панно. На одной стороне показаны русские солдаты и все тот же Юденич, убивающий мирное население Эрзурума – крестьян, женщин, молящих о пощаде. С другой стороны изображение куда страшнее, где русские показаны в качестве мародеров и детоубийц. Опять же, речь о генерале Юдениче и русской армии, которая предотвратила агрессию турок на Кавказ, в результате чего был взят Эрзурум. В 2010 году столичный муниципалитет Эрзурума выразил благодарность автору и высказал такое мнение, что данное панно послужит уроком для будущего поколения о славном героическом прошлом турецкого народа. Заметьте, и такую политику кровожадной фальсификации проводит страна, которая истрепила в начале 20 века полтора миллиона армян, полмиллиона греков, 300 тысяч ассирийцев, езидов и русских, проживающих в этой части света, называемой нынче Восточной Анатолией. Складывается ощущение, что в тех русских войсках Юденича на панно автор изобразил злодеяния своих предков в отношении христианского населения здесь, в Эрзуруме. В Эрзуруме в Карсе и по всей территории от Анкары до Арарата. В современной Турции, а тем более в Эрзуруме, стараются не говорить обо всем этом, но и более того, искажают события так, словно жертвами оказались сами турки. Армян здесь никогда не было, а те, что были, наоборот, вместе с русскими, бесчинствовали в велоетах. Сначала в 15-м году, затем позже в составе отрядов того же генерала Юденича. Кстати, коль снова вспомнили о нем, ненадолго перенесемся во Францию, в Ниццу. Последние 50 лет Ницца, как и Сан-Тропе, Канны, Антип, известны как светские курорты Лазурного берега Франции. Здесь отдыхают сильные мира сего, они же обзаводятся недвижимостью. Проводятся различные международные фестивали. Ощущение, что шик и блеск всегда посопутствовали этим берегам. Но это не так. Еще в начале 20-го века Лазурное побережье не было лазурным. Скорее цвета индиго, учитывая, что вдоль побережья ходили грузовые и военные суда, оставляя после себя химические элементы. А склоны той же Ниццы были застроены бараками, где жили рыбаки. В конце 15-го года, в начале 16-го, это побережье Франции стало первым в Европе, куда пребывали суда с армянскими беженцами. Пребывали они в Марсель, но несколько десятков семей расселились на склонах Ниццанских холмов, где и сейчас проживают армяне. Большая часть из тех спасенных, коих расселили в Ницце, были из Эрзурумского велоета. В Марсель же обосновались частности армяне приморских регионов, исторической Антиохии, Киликии и, конечно же, Константинополе. Здесь, на Чужбине, армяне старались держаться семьями, селами, поэтому именно в Ницце оказались армяне из Эрзурума. Сегодня в Ницце через дорогу от Английской набережной и рядом с садом Альберта I в память о тех событиях раскинут зеленый сквер сад Армении, излюбленное место ницианской молодежи. Особенно вечернее время суток. Здесь же памятная установка о происшедшем с армянами в Турции в 1915 году с изречением поэта и врача Рубена Савага. В Ницце в районе Кокат имеется и русское кладбище, открытое в 1897 году российским консульством. Оно было заложено перенесением сюда останков русских соотечественников, похороненных в других местах, но в последующем разрослось новыми захоронениями в связи с русской миграцией после Октябрьской революции в России. Здесь захоронены дворяне и военачальники, поэты и писатели, художники и журналисты. Весь цвет российской дореволюционной интеллигенции. Юденич скончался от туберкулеза в 1933 году в Каннах. Там же и был похоронен. Однако позже его гроб был перенесен в Ниццу, на кладбище Кокат, туда, где похоронены его соотечественники и однополчане. Сам Николай Юденич, генерал русской армии, похоронен здесь, в Ницце. И абсолютно не имеет понятия, что происходит там, на востоке Турции, какие памятники и фрески поставлены русским солдатам и офицерам нынче в Турции. Генерал покоится здесь, на русском кладбище в Ницце, среди своих земляков, там же, где и некоторые из семейства дома Романовых. Что ж, покинем солнечную Ниццу, пора возвращаться в Эрзрум. Нас ждут еще некоторые любопытные моменты из того, что преподносят в Турции. Как уже было сказано, в Турции искажается или напрочь отметается все, что можно вымести или исказить. Конечно же, это делается прежде всего для того, чтобы не признать жестокость своих османских предшественников в отношении христианского населения, а белить современную Турцию, выстроенную на крови и костях. Яркий пример – та же главная площадь Стамбула – Токсин, на месте которого на протяжении 400 лет было армянское кладбище Сурб-Акоп, святой Яков. На протяжении всей постосманской истории ряд видных турецких гуманитариев Фехрэгдин Крзоглу, Кемаль-Али, Энгин-Арин, Шамшаттин-Гюналтай и другие заметали следы своих османских соотечественников в отношении греков, армян, других христианских народов Турции, чтобы как можно меньше упоминалось о них в уже новой кемалистской Турции. Ведь если не соврать, то нужно как-то объяснить поколению, куда девались 2,5 миллиона армян из Восточной Анатолии и отчего там так много христианских развалин. Куда девались греки, оставившие свои легендарные следы в Понте и западном побережье Турции. Отчего так много войн у Турции с Россией и так далее. В тех же рекламных проспектах, журналах, распространяемых в турецких гостиницах восточных регионах, можно столкнуться с небылицами и искажениями. На обложке Абдулгамид, кровавый султан, вырезавший сотни греков и армян, представший здесь в качестве могущественного правителя. Представлена и разрушенная русская церковь, построенная в 1890 году. Говорится о том, что церковь русская, только не сказано, почему она в таком побитом состоянии, словно кочевник пробежал. Ведь известно, что церковь без купола и креста не церковь. На самом же деле она была разрушена в начале 20 века, как и десятки армянских церквей Эрзурума. Что касается армянской, некогда главной церкви Эрзурумского края, Ошаванг, то она представлена в рекламном проспекте в качестве грузинской. И это несмотря на то, что название церкви типично армянское и на армянском языке. В любом случае, даже будучи грузинской для Турции, Ошаванг от этого не стал полноценной церковью. И она тоже разрушена. Единственное, чего сохранили, так это дом, где останавливался Пушкин в 1829 году, после чего написал знаменитое произведение «Путешествие в Эрзурум». Что касается армян, то они тоже упоминаются, как и греки, но вот в каком контексте. После Эрзурумского съезда была опубликована декларация, в начале которой говорилось о притеснении мусульманского населения греками в Вилаяте-Айдын, на Кавказе армянами, на Черном море византийскими греками. Заметьте, и эти нехорошие армяне и греки притесняли в Турции мусульман, турок, смех да и только. Как видите, Турция без угрызения совести занимается подменами понятий и фальсификации. Она не только не собирается признавать геноцид армян, греков, ассирийцев, езидов, но и пытается провернуть все так, словно жертвами оказались именно турки. И каждый раз на дипломатическом уровне возмущается, когда та или иная страна напоминает Турции о злодеяниях их предков в отношении коренного населения. Дошло и до того, что вместе с совестью был утрачен стыд. Какой? Для этого нам нужно перенестись в Игдыр, самый восточный город Турции. Игдыр, город в исторической части Армении, некогда входил в Ереванскую губернию Сурмалинского уезда, расположен у подножия Арарата. В 1918 году здесь родился народный артист СССР, знаменитый иллюзионист и фокусник Арутюн Акапян. Старое армянское название города Сурб-Мари. После русско-персидской войны город вошел в состав Российской империи. 95% населения города составляли армяне. В 1917-20-х годах Цулакерт был в составе республики Армения. После того, как Армению заняли большевики и она вошла в состав пролетарских республик, кремлевские власти подписали предательский карский договор с Турцией в 1921 году, благодаря чему уже в 1922 году договор вступил в силу. И Цулакерт, он же Игдыр, был передан Турции. Теперь подавляющее население города составляют азербайджанцы. Здесь почти нет турецкой речи, только азербайджанская. Некоторые из них это племена карапапахов, которые не подпали под советскую власть и именуют себя карапапахами. А другие выходцы из Нахичевани. Эти уже именуют себя азербайджанцами. Их немало. Молодежь из Нахичевани учится здесь, а старшее поколение ездит сюда работать. Некоторые обзаводятся жильем, полагая, что экономика Турции превыше будет азербайджанской. К тому же у президента Азербайджана Ильхама Алиева и его турецкого коллеги Эрдогана есть договоренность, о которой писали турецкие СМИ. Алиев готов инвестировать в Игдыр и Карс ради того, чтобы в этих приграничных с Арменией районах не победили проармянские или прокурдские партии. Эрдоган пошел на эту сделку. Теперь в этих районах верховенствах власти исключительно националистические проэрдогановские представители. Баку же не только поощряет заселение этих территорий азербайджанцами из Нахичевани, но и намерен связать Игдыр и Карс различными коммуникациями с целью включения этих регионов в одну экономическую зону с Нахичевани. Впрочем, Алиевых в Игдыре так много, что Ататюрку тесно. Его здесь почти не видно, что непривычно для Турции. Чего стоит один только парк имени Азербайджана Турецкой Дружбы и сквером в нем Гейдара Алиева. Парк раскинулся в центре города, где по законам турецкого жанра должен был быть парк Ататюрка. Игдыр исключения. В парке вечерами собирается старый млад, попить чаю, поесть плов и сыграть партеечку другую в нарды. А вокруг самого парка всяческие надписи с упоминанием азербайджанцев, давая понять, кто в доме хозяин. Но и себя Алиев младший не обделил. Папе Гейдару всего лишь скверик в парке, а в честь самого диктатора Ильхама Алиева назван самый большой проспект Игдыра. Проспект Ильхама Алиева начинается в центральном районе города, а заканчивается там, где и задумано музеем-памятником геноцида турок, недалеко от границы с Арменией. Да-да, вы не ослышались, геноцида турок. Идею сооружения этого памятника высказал азербайджанский архитектор Джафар Ниязи. Он заявил, что памятник должен быть установлен именно здесь, в Игдыре, чтобы увековечить память более чем миллиона убитых армянами турками. И чтобы он символизировал то самое 24 апреля, которое отмечают армяне во всем мире, да и вообще вся академическая историческая наука, как дата геноцида армян в Османской империи. Сооружение памятника было начато 1 августа 1997 года, а 5 октября 1999 года состоялось его открытие, буквально недалеко от границы с Арменией. На открытии губернатор Игдыра сказал тогда, когда армяне будут смотреть из Еревана на свою святую гору Арарат, они не могут не увидеть наш монумент. Памятник воздвигнут в центре треугольника. на кургане представляет собой связку из пяти мечей высотой 36 метров. При взгляде на памятник сверху они представляют собой пентаграмму. Мечи поставлены в память турецкой армии, ее мучеников и воинов, спасшие мусульманские народы ни много ни мало от геноцида. По всей видимости от армян. Мечи также символизируют мощь турецкой армии, видны, как занесенные над ними сабли армянам, национальная цель которых вернуть гору Арарат. Как полагают турки, забывая, что Арарат был передан туркам большевиками. Конечно же, изначальная цель закладки такого сооружения было привлечь внимание туристов. Однако идея так и осталась идеей. Во-первых, в эти края туристы особо не заглядывают. Во-вторых, всему честному миру известна правда. Сюда заглядывают только туристы из Азербайджана и соседнего Ирана. И те, не особо разбирающиеся в теме. Впрочем, проблема не только в туристах. Как пишет турецкая газета Меллет, построенный в 1999 году памятник и музей, посвященный убийству армянами 80 тысяч турок, не востребованы. А в городском управлении по культуре и туризму газете сообщили, что для открытия музея требуется предварительное уведомление посетителями. Руководитель Союза пострадавших от погромов, осуществленных армянами в Первой мировой войне, Исметь Тагал заявил, что памятник геноциду используется для встреч влюбленных пар. Сам музей представляет собой, как вы понимаете, символическую могилу турок, убитых армянами. В подобных курганах саркофагом в центре по традиции хранили своих правителей тюрки, жившие в евразийских степях. Экспонатами не богат, что естественно. Одна часть, представляющая экшен, состоит из фотографий человеческих останков. К сожалению, останки армян и других народов не отличаются от останков турок, Поэтому трудно определить, чьи они. Также и убитые мирные жители. В начале 20 века в дальних областях Турции ни армяне, ни греки, ни ассирийцы особо не отличались в одежде от турок. Есть фотографии убитых турок в разное время, которые действительно убиты армянами. Но это те, что подверглись мести. Турецкие дипломаты, политики, общественники, военные деятели, которые либо причастны к геноциду армян, либо распространяли ложь о тех событиях. Ну и, конечно же, имеются орудия, из которых якобы убивали армяне. Вот, впрочем, и весь музей, состоящий главным образом из фотоальбома. Такова действительность, такова невидимая часть того самого мнимого мультикультурализма и гостеприимства Турции и Азербайджана. В этих странах готовы вас видеть только с деньгами. А Азербайджан так и вовсе готов сам тратить огромные средства только ради того, чтобы устранить любые следы коренных народов региона, которые мешают их образованию, созданного в Закавказье турками и усовершенствованного Советским Союзом. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова